Каршеринг, дефолт, лоукостер. Эти иностранные слова встречаются в русской речи практически ежедневно. Правда, их значение известно не каждому, а такие, как аудиосистема, миди-клавиатура, вызывают у обывателей вопрос, писать их через дефис или слитно. Подобные изменения в русском языке и стали основой разработки Министерством просвещения нового проекта, в результате которого появятся новые правила орфографии и пунктуации. Последний раз русский язык реформировали почти 70 лет назад. В 1956 году приняли свод правил русского языка. Предыдущий свод правил по орфографии и пунктуации не фиксировал какие-то правила, которые в настоящее время нужно сформулировать для того, чтобы те же школьники, те же корректоры, те, кто работают с текстами, могли учитывать их, опираться на них и правильно писать слова. Правила прежнего свода – основа для школьных учебников и справочников по правописанию пунктуации. Но там спустя годы обнаружили ряд существенных пропусков и неточностей, поясняют в ведомстве. Язык развивается, появились новые слова, речевые обороты и конструкции, написание которых не подчиняется существующим правилам. Министерства образования уверены, обновление сделает современный русский язык понятнее. Язык меняется и в связи с этим, конечно, нужны какие-то изменения в языке. Изменения происходят сначала в устной речи, а уже только потом в письменной. Орфография нам нужна для датипности, чтобы носителям языка было проще читать писанные тексты. Так станет ли проще? Иными словами, как это отразится на уровне грамотности населения, пока неизвестно. По наблюдениям будущих педагогов, в последнее время люди стали совершать гораздо больше ошибок. Если раньше люди учили правила, то есть это было совершенно все по-другому организовано, то сейчас, как правило, и ошибки в СМИ же у нас есть. И люди все больше смотрят YouTube, они смотрят Instagram, они ориентируются на каких-то блогеров и считают, что это действительно норма. Но по факту норма – это то, что прописано у нас в правилах русского языка. Возможно, нововведения помогут привлечь внимание жителей России не только к новым изменениям в языке, но и освежить уже давно установленные в нем правила и нормы. Правда, пока проект находится на стадии обсуждения. И когда новые правила вступят в силу, пока что неизвестно. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком.